Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова Елена. Продолжаем нашу трансляцию сада. И сейчас я вам расскажу о тех весенних работах, которые непосредственно ждут меня. Но соответственно и вас, если вы в конце концов этот сад посадили, что вас ждет. Ну вот обратите пожалуйста внимание. Допустим вы посадили вечно зеленые растения. Помните пожалуйста, что даже зимой они в настоящую спячку не уходят. И растрачивают питательные вещества в течение круглого года. Если их не поддерживать, если им не давать возможность на восстановление, хороших экземпляров вы не получите. Сейчас дорогие мои друзья, у нас там птички на крыше прыгают, поэтому не обращайте внимания. Сейчас дорогие мои друзья, я вам расскажу кое-что. В огромных количествах понавезли всевозможные удобрения. Кое-какие удобрения можно пропустить, но удобрения для хвойных я вам посоветую не пропускать. Сколько вам купить удобрений, учитывая, что есть мешки по 10 килограмм и по 30. Мне сюда, здесь для того, чтобы обработать все вечно зеленые растения, которые у меня на участке, наверное килограммов 60 потребуется удобрение. Ну допустим у вас несколько елочек, парочка можжевельников и прочее. Тоже не поленитесь, есть и небольшие упаковки удобрений для вечно зеленых, килограммовые. Каким образом делается? Берете сухие удобрения, они уже хорошо, комплексные удобрения, в них есть все. На что обратить внимание, прежде чем будете покупать? Удобрения делятся весна, лето и осень. Это у нас, правда, пишет осень-зима, это то, что делаем отдельно. Почему такая градация? Есть удобрения, которые позволяют растениям хорошо войти в лето, набрать свою форму, восстановить свои силы после морозов, которые их, собственно говоря, одолевали и так далее. Эти удобрения находятся в гранулах, их разводить не нужно. Вы берете небольшую порцию, буквально в ладошку сколько помещаете и разбрасываете прикорневую систему вашего растения. После этого, конечно, обильный полив. Удобрения сразу не расходятся, но со временем, после каждого полива, оно все больше и больше всасывается в землю. Эти удобрения нужно, такие подкормки делать, как минимум два раза в месяц. Это если хотите, чтобы было вообще замечательно. Или хотя бы раз в месяц в течение весенних месяцев и летних в том числе. А вот осенние удобрения вносятся, перед тем, как вы уже из сада уходите или сад готовится, собственно говоря, к тому, чтобы зимовать, вы разбрасываете осень. Для чего она нужна? Для лучшей морозостойкости растений. Они лучше подготовятся и, соответственно, не погибнут ни под каким соусом. Поэтому в данном случае это необходимо делать. Есть удобрения, и я сделала ставку именно на такие удобрения, которые можно использовать не только для хвойников, но и для фруктовых деревьев, а также любых декоративных насаждений. Поэтому я не ограничиваться буду тем, что буду подбрасывать под хвойники. Я подброшу под все, что вы видите. А что вы можете здесь видеть и что еще относится к весенним работам? Если вы посадили карликовые орехи, вот, например, у меня краснолистные, обратите внимание, некоторые экземпляры могут предъявить то, что предъявил мне мой собственный орех. Вот видите, между красными листьями поднимаются высокие побеги, которые имеют зеленую краску. Они категорически должны быть вырезаны. Это то, на что красный орех был привит. И если эти побеги не вырезать, они забьют краснолистную форму, она погибнет, а у вас останется обычный орех. Так что это у меня весенняя работа номер один. Вот, кстати, вы имеете возможность здесь познакомиться еще с одной диковинкой. Не бог весть, какая диковинка, но, в принципе, приятна во всех отношениях. Пестролистная сирень. Каждый лист у нее искочерен своим собственным, так сказать, рисунком, который не повторяется. Где-то больше зелени, где-то меньше. И когда сиреня цветет, кустик будет досмотреться достаточно декоративно. Высота этого растения во взрослом состоянии может достигать трех метров, поэтому это не карликовая форма. И вы, пожалуйста, ее сильно-то не сажайте на ближайший план. Я себе это позволила, потому что за сиренью у меня растет огромный сорт можжевельника «Обелиск». И они как бы друг друга дополняют, так что здесь это оправдано. Вот там у меня еще один кустик такой же, собственно говоря, сиренья. Вы можете наблюдать цвет ее кистей не очень привлекательный, бледно-сиреневый. Но ничего, дорогие мои друзья, зато листики замечательные. Там впереди маячат фруктовые деревья, собственно говоря, которые дополняют друг друга. Так что из сада можно всегда сделать конфетку. И фрукты будете кушать, и для декоративных найдется. И тут еще одна история. Вот мы сейчас находимся за домом, и здесь всегда относительно тихо. Вот хотелось мне укрывной сорт винограда, который не надо укрывать. Я для него место нашла. Стены прогреваются солнцем, дополнительное тепло. И невзирая на то, что это достаточно нежный сорт винограда, тем не менее, дорогие мои друзья, здесь он у меня растет без укрывания. Так что, когда знаешь маленькую хитрость, и у тебя есть защищенное место такое за домом, можно рискнуть неукрывные сорта винограда выращивать в открытом виде. То, что он жив, свидетельство у вас на лицо. Вот начинают просыпаться уже листовые почки. Я думаю, и цветочные не пострадали. И сорт действительно достоин того, чтобы его выращивать. Вот, очень даже ничего, скажем так. Вот, если пройтись дальше, то вы увидите как раз то, о чем мы говорили. Здесь у меня будут интенсивные подкормки, растений много. Растения требуют того, чтобы ими заниматься. Но, собственно, это не проблемно. В том варианте, в котором я вам сказала, рассыпал, полил, это никакая не проблема. Ну и, конечно, прежде чем мы отсюда окончательно уйдем, хочу вам сказать, что можжевельники, которые являются весьма морозостойкими штуками, и не только в районе Белгорода и Харькова, но и гораздо более северней, могут вам позволить создать невероятно увлекательные композиции. Вот здесь у меня рядом находятся три можжевельника, которые имеют совершенно разную хвою. Вот этот, за который я держусь, имеет хвою серо-стального цвета, очень интересный, отливающий голубизной. Рядом с ним находится можжевельник с фисташковым, собственно говоря, молодыми побегами. Он, так можно сказать, зеленый, но именно молодой побег с фисташками, плюс это еще и, можно сказать, пестролистная форма. Вот видите, вот эти вот желтые штучки, это отнюдь не то, что там пожелтело или испортилось. Это такой сорт, пестролистный, здесь будут белые вкрапления, будет очень интересно. Ну и как бы пару для композиции. Здесь вот еще у нас один серый можжевельник, но он не такой голубой, как тот, который был первым продемонстрирован, но тоже зеленым его не назовешь. Таким образом, я решаю вопрос, делаю сорт нескучным. У меня отсутствует монотонность за счет того, что появляются экземпляры, которые сами подчеркивают друг друга вот этой вот красотой. Так что, дорогие мои друзья, для умелых рук, для желающих людей, ничего невозможного у нас совершенно нету. Каждый уголочек можно отсадить, а потом здесь наслаждаться жизнью. Вот мы так наслаждались, что сломали шезлонг, дорогие мои друзья. Вот он стоит на заднем плане. Как говорится, кто-то вкалывает, а кто-то шезлонги ломает. Ну и непосредственно под конец, собственно говоря, своего видео я вас проведу к одному экзотическому растению, которое, невзирая на то, что достаточно экзотическое, отнюдь не капризное. Так что, если вам оно попадется, милости прошу, обязательно берите. Пока мы к нему идем, вы проходите через ряд колоновидных. Они тут на фоне стадиона, как всегда, собственно говоря, встречают меня радостно, а я им радуюсь еще больше. Подстригать не надо, ничего делать не надо, подкормил, и целая стеночка. Так что, неплохой вариант для живой изгороди, дорогие мои друзья. Живую изгороди делают либо против врагов, и тогда, например, используют барбарисы с вот такими колючками, либо ярышник, или для друзей, когда его делают из колоновидных мягких растений, которые присоглашают к тому, чтобы войти на стадион. Ну и вот так вот потихонечку двигаемся мимо всевозможных растений. Кое-что, конечно, после зимы, дорогие мои друзья, требует того, чтобы к ним ручку приложить, там осыпалось, там отвалилось, но ничего страшного. Кстати, вот мы проходим мимо хиномелиса, который лососевого цвета. Как вы видите, у меня все сорта. Но тут, что интересно, обратите внимание, вот сейчас тут пчелы шнурят. Это, собственно говоря, и апельно цветут некие такие вот кустики. Это так называемый гумия. Растение китайского происхождения, но напоминаю, в Харькове, вот за Харьковом, растут невероятно хорошо. Дают плодовые ягодки, похожие на вишню, необыкновенно сладкие. Плюс это еще лечебное растение. Так что, если встретится гуми, рекомендую посмотреть на него более внимательным взглядом. Вот вам живой образец того, что гуми не только перезимовал, но еще и цветет настолько обильно, что я думаю, мы тут объедимся в свое время этими ягодками. Очень вкусный, сладкий, необыкновенный. Ну и то, куда я вас слила. Это так называемый цсуга. Еще одно название, которое, быть может, вам не встречалось, но помните, дорогие мои друзья, растение американское происхождение. Цсуги есть в Америке, есть в Канаде. Но невзирая на то, что все это дело за океаном, тем не менее, обратите внимание, в харьковских условиях цсуга невероятно растет. У нее мягкая хвоя. Вид такой вроде напоминает елку, на самом деле елка не является. И очень морозостойкое растение. Так что теперь на слух, быть может, если будете в питомнике и вам посчастливится, берите ту из западной, берите цсуги, пробуйте выращивать хиномелисы, гуми, и даже укрытый виноград совершенно не укрывая. Поверьте мне, у садоводов получаются иногда невероятные чудеса. А то, что в сад приятно приехать, это дополнительные бонусы к труду садовода. Ну что ж, вот здесь на фоне моих любимых, невероятно любимых круглых туй западных. Они есть и такие, шаровидные. А есть вот туя западная, которая тоже мне невероятно нравится. Видите, такая, она называется складчатая. Этот сорт, я помню, это даника. Даники в молодом, свежепосаженном виде достаточно неморозостойкие. Чем старше, тем крепче себя чувствуют. Ну что ж, дорогие мои друзья, мы просто сегодня гуляем. Мы просто, я вам рассказываю, чем мы будем заниматься в ближайшее время, что нас ждет, какие виды работ. Поработать придется, но в таком саде, как у меня, дорогие мои, когда все посажено так, как нужно, и сад состоит из морозоустойчивых растений, работы приятные, неутомительные, чему я сейчас и предамся. А с вами была Елена.